Привет! Всем привет! Сегодня мы с тобой попробуем поговорить на тему психологии бедности. Я в прошлый раз поднимала тему того, как делить деньги с другими людьми. В смысле, когда у вас какие-то общие расходы, вы пытаетесь все это сделать более-менее безболезненно друг для друга или нет. А сегодня мы хотим поговорить на немножко другую тему. Мы хотим поговорить о том, имеет ли смысл покупать более дорогие вещи и вообще нормально ли стремиться покупать дешевые вещи? Или так делают только бедные люди и потом в своей жизни такого страдают? А нормальные люди покупают себе качественные вещи и живут счастливо. Ну, я на самом деле, поскольку в последнее время довольно много ворюсь вот в этих мыслях о психологии бедности, почему-то эта тема меня как-то зацепила. Я во всем, вообще в любых проявлениях взаимоотношений людей и денег вижу проявление психологии бедности. Потому что, когда человек покупает себе дорогую, качественную вещь, мне кажется, что он пытается выпендриться таким образом, как бы кому-то что-то доказать или, может быть, самому себе. И таким образом проявляет свои комплексы относительно бедности. А когда люди точно так же там типа ходят и выискивают private label, красная цена, макароны, которые развариваются за 30 секунд, это тоже психология бедности. Есть какие-нибудь моменты, которые говорят точно о том, что у тебя нет психологии бедности? То есть, согласно Вике, невозможно извлечься от психологии бедности, ты в любом случае будешь ей поглощен. Нет, я тоже много об этом думаю, потому что, не знаю, из какого-то... не то, чтобы у нас было сильно бедное детство... Ну, это у кого как. Из детства, да, приходит вот это, что ты чего-то хочешь себе позволить, но не можешь. Когда ты дрываешься до этого, ты думаешь, ну, окей, теперь я могу себе это позволить. Но на самом деле, насколько ты действительно этого хочешь и насколько это полезно. Ну, давай поговорим как-нибудь системно. Например, про то, стоит ли покупать действительно дорогие вещи или имеет смысл почти всегда стараться экономить? Ну, мое личное мнение, мой личный подход скорее в том, что... и это он подтвержден как бы личным опытом. Я периодически думала, что, ой, ну все, вот теперь-то я могу себе позволить купить, ну, какую-то топовую модель чего-то, что мне нужно, или там самую дорогую красивую сумку. Но чаще всего получается так, что когда я трачу слишком много денег, ну, то есть это уже не какая-то вещь, которая только выполняет свои функции, но также несет еще всякие там имиджевые моменты, чаще всего в конечном итоге я разочаровываюсь, причем по всем фронтам. Во-первых, она как бы не приносит какого-то там суперсчастья или очень ненадолго. Либо эта вещь, она еще и в качестве меня разочаровывает, потому что я до этого покупала вещи в три раза дешевле, и они в итоге работали совершенно не хуже, а порой лучше. Я согласен, поэтому наш, наверное, обычный алгоритм в действии, это мы, если нам что-то нужно, мы идем с нижнего конца спектра, то есть мы пытаемся понять, окей, какая самая дешевая вещь может закрыть наши потребности. И нужны прям супервисомые аргументы, чтобы мы шагали, то есть мы, как правило, не покупаем самое-самое дешевое, потому что, ну да, тут есть вероятность наткнуться на трэш. Но вот из разумной ценовой категории мы берем самую нижнюю границу и стараемся купить ее, и двигаемся вверх, только если у нас прям есть жесткие аргументы, почему нам нужно дороже, почему вот эта вещь дешевле, она нас не может устроить. Очень веский аргумент от владельца машины Тесла. У этого правила есть несколько исключений. Это действительно очень как-то, ну вот так, для меня это очень противоречиво, потому что я в целом действительно согласна, что очень часто бывает такое, что какая-то вещь средняя или даже по цене ниже среднего, она действительно полностью удовлетворяет мои потребности. Я покупала машинки Милли, холодильники Липхер и, ну вот, все, что может быть причислено. Ну, наверное, это не самый писк, это не что-то там, украшенное бриллиантами, да, что, ну, совсем запредельно. Но это какие-то вещи, ну, из топовых брендов, топовых моделей. И в итоге, когда ты потом сталкиваешься с холодильником Samsung или со стиральной машинкой Bosch, никаких, ну, ну, как бы, типа, о, ужас, как же люди этим пользуются, нет, я пойду назад, куплю дорогую вещь, у меня не случается. Как экономист, я хочу заметить, что у людей есть очень четкое соотношение цены и качества ожидаемого, да, то есть мы считаем, что чем вещь дороже, тем она должна быть качественнее. И производители этими суперактивно пользуются. То есть, как бы, они нам дают выбор, иллюзорный, да, допустим, все порошки примерно одинаково стирают, но они нам выстраивают их по цене, и мы начинаем думать, что те, которые дороже, те качественнее. Соответственно, любой человек, любой, условно, мошенник о торговле может поставить повыше цену на свой товар, и вы, как бы, у вас будет небольшая мысль, окей, оно дороже, чем же оно качественнее. То есть вы будете изначально предполагать, что это соотношение сохраняется. Оно иногда сохраняется, иногда нет, но это один из самых простых способов получить больше денег буквально из ничего, потому что вы сами придумаете, почему эта вещь должна быть качественнее. Мне кажется, что искать что-то подешевле, то есть, как бы, маньякально искать что-то подешевле, это психология бедности. Но после переезда в Нидерландах, я уверен, что просто стремление сэкономить, это рациональность и не более того. То есть, что я заметил очень ярко, что здесь, наверное, нет понтов на тему потребления, ну, или их почти нет. То есть такого, что, вот, типа, я могу себе позволить вот это купить, и демонстрирую всем, что, значит, у меня все хорошо, это верный способ вычислить мигранта в первом поколении, потому что местным такое, ну, ничего. Ну, да, они ездят на ржавых велосипедах, пока не развалятся, как бы. То есть, он ездит, ты можешь на нем доехать туда, куда тебе надо доехать, окей, все, все нормально. Какие-то, ну, окей, велосипеды, это, наверное, часть какой-то местной культуры, в том числе ржавые велосипеды, но очень много других примеров, когда люди действительно там до последнего ездят на машинах, пока она ездит, то он будет ездить. Люди, ну, я не знаю, какие еще примеры привести, но действительно очень много используется, пока она выполняет свою функцию, а не заменяется на что-то, чтобы показать, что, о, да, я такой тут в тренде, и могу себе это позволить. Я еще хотела такой вопрос поднять относительно того, что вот меня всегда убеждали, и вот, ну, есть такое мнение, что вот сколько бы ты ни заработал, ты все потратишь. И для себя до какого-то момента я отмечала, что это действительно так, но начиная с какого-то момента, я поняла, что нет, ну, вот у меня как бы, когда у меня закрылись все базовые потребности, то, что я считала важным и нужным, я просто, ну, как бы, перестала покупать какие-то вещи, потому что у меня уже есть вещи, которые выполняют свои функции. Вот сейчас мы снимаем на фотоаппарат, которому лет пять, наверное, он уже давно не выпускается, с тех пор вышла у того же Canon масса новых моделей с гораздо более клевыми характеристиками, но при этом этот фотоаппарат полностью соответствует моим требованиям, я не бегу покупать новый, просто потому что вышла новая модель. Керамическая наука имеет и этому объяснение. Любая потребность, она закрывается по вот такому графику. То есть сначала, там, не знаю, если у тебя не было посудомойки, и она у тебя вдруг появилась, ты проходишь огромный путь вверх, твое качество жизни резко растет. Но если ты меняешь посудомоечную машину на чуть-чуть более умную, то разница вообще никакая. То есть... Но денег ты потратил сильно больше, чем даже на покупку первой посудомойки, возможно. Мне кажется, очень внимательно надо следить за тем, как для тебя и для твоей семьи, вот растет это... Да, действительно ли вы как бы... Берешь любые лишние, не знаю, 50-100 евро, и думаешь, потраченные на что они принесут мне наибольшее удовольствие, да? То есть если мне нужно 500 евро потратить на более крутую посудомоечную машину, не знаю, а если я потрачу на что-то другое, не будет ли в этом больше удовольствия? Если мы там, не знаю, съездим в уикенд-трип, возможно, этот уикенд-трип будет определить гораздо больше удовольствия, чем даже год пользования более крутой машинкой. Мы, наверное, в среднем, конечно, стараемся тратить больше денег на то, что как бы имеет длительный период использования, чем на какие-то короткие вещи, ну, потому что просто по определению очень трудно, там, не знаю, за один день получить столько удовольствия, сколько ты за год получишь, пользуясь клевой вещью. Но, тем не менее, вот все время себе представлять эту кривую, да, и думать, окей, а мне действительно, как бы это самый оптимальный способ расходования моих денег сейчас, или все-таки есть что-то получше. И если вы не уверены, то просто отложите решение о покупке. Это очень крутая идея, потому что через некоторое время вы найдете ту вещь, на которую вам действительно, если вы потратите на нее денег, она принесет вам кучу отдачи и удовольствия. Ну, вообще, надо сказать, что чем дальше, тем сложнее находить именно вещи, которые вот настолько радуют, потому что я уже... Ну, мне очень сложно вспомнить, когда в последний момент я покупала, получала что-то вот такое материальное, что меня реально как-то супер вдохновляло, воодушевляло. При этом, наверное, не знаю, какой-нибудь удачной покупке в секонд-хенде, которая реально прижилась, и я понимаю, что я вот там не купила эту вещь новой, я не потратила на нее много денег. Вот такие, наверное, покупки меня, правда, гораздо больше радуют, чем какие-то там купленные в бутике, в красивые оберточки, и все видят, как я на шпильках выхожу с кучей пакетиков, как красотка в одноименном фильме. Вообще, индустрия маркетинга придумала кучу способов, как подсадить... То есть, объяснить там, например, что купить что-то новое в магазине это гораздо круче, чем купить что-нибудь... То же самое бушное. Хотя мне кажется, что мы с тобой сэкономили не знаю, много тысяч евро просто за счет того, что большая часть вещей там не жены новыми, да. Мы в первую очередь открываем местное Авито и смотрим, что там есть. И только если у нас есть супераргументы, почему это не надо покупать бушное, мы пойдем покупать новое. А ведь кто-то скажет, что это психология бедности. Я считаю, что ровно обратно это психология бедности, потому что если ты можешь остановить цепочку производства и быть немножко более экосознательным, и при этом заплатить немножко меньше денег, то это сплошной вин, да. То есть, не знаю, мы, например, не очень любим покупать новую, не новую фототехнику, потому что это очень хрупкая техника, и там высокая вероятность, да, у нас были объективы со скрытыми дефектами, и, в общем, это неприятная штука. Но если там у нас нет никаких сомнений, да, если там какой-нибудь маг, который можно проверить досконально перед покупкой, то вообще, это сплошная часть, я вижу ни одной причины покупать что-нибудь новое. Вот, нет ничего более вредоносного, в смысле, вот, что является правдой психологией бедности, это стремление доказать кому-то что-то, своим потреблением. То есть, когда вы тратите деньги не на то, что принесет лично вам непосредственно удовольствие, а на то, что вы хотите, как бы, просто показать, что я могу себе это позволить, и, не знаю, деньги, как бы, продавец радостно заберет ваши деньги, он вам продал немножко понтов, которые для него не стоят ничего. А вы, как бы, да, вы получили обычную вещь, еще немножко понтов. Хотите ли вы это? Ну, наверное, каждый сам решает кому-то, это супер важно. Я думаю, что если избавиться от необходимости кому-то что-то доказывать, это экономит столько денег, это экономит столько психологического спокойствия, что, в общем, очень стоит, мне кажется, этим заняться. А что является большим проявлением психологии бедности, когда человек получает 20 тысяч рублей, но идет и покупает в кредит iPhone 11 Pro Max, или если он на Алиэкспрессе заказывает наклейку с тремя камерами, и из своего iPhone, не знаю, SE пытается сделать какой-нибудь другой iPhone, наклеив на него муляж камеры за полтора евро с Алиэкспресса, или, не знаю, что является большим проявлением психологии бедности, когда девушка, или там, не знаю, мужчина, неважно, заказывает себе как это, букет напрокат, делает фотографии в Instagram с букетом в тысячу алых роз, и потом этот букет увозят, или когда он действительно тратит деньги на этот букет, пытаясь как будто что-то доказать. Я думаю, для себя как зерровейстер должен быть чевиден ответ, мне кажется, переиспользуемый букет, это вообще мечта всех зерровейстеров, представляешь, насколько меньше всякого производства случилось благодаря этим благородным девушкам, которые жертвуют собой, и, на самом деле, мне кажется, что тут невозможно совмливать просто в тот момент, когда ты ратишь деньги не на то, что тебе действительно нужно, а когда тебя волнует не только твои взаимоотношения с речью, насколько она тебя устраивает, а еще, грубо говоря, как другие оценят эту вещь, вот в этот момент ты начинаешь тратить деньги впустую, и это, да, мне кажется, это психология бедности, то есть, у людей с достатком я такого не видел никогда, и вам абсолютно пофиг, что вы подумаете про их, не знаю, не самую новую машину, и слегка барахляющую газонокосилку, они тратят деньги просто на то, что действительно им принесет удовольствие и поможет им реализоваться. Нас потихоньку начинает уже поливать дождем, поэтому мы будем сворачиваться. Мне кажется, что тема вообще не исчерпана ни разу, я готова еще много-много всяких разных видео снимать на эту тему, на тему кредитов, на тему того, кто кому чего доказывает, на тему, кто кому чего покупает и зачем, и кто, что кому пытается доказать. Кажется, это я уже говорила. В общем, тема, правда, интересная, и я надеюсь, что вы нас поддержите умными, интересными комментариями на эту тему, а также лайками. Пишите свои вопросы, пишите свои мнения, мы будем дальше, я думаю, развивать и продолжать, если тема найдет отклик в ваших сердцах. Если хотите увидеть небольшой огонь в комментариях, спросите у Вики, зачем она купила Теслу. Все, пока! Тебе все равно придется снять какое-нибудь видео, объясняющее, почему же при всем сказанном ты покупаешь новые модели айфонов. Последнюю модель айфона подарил ты мне, а до этого, кажется, тоже, а еще до этого, кажется, тоже, а еще до этого новую модель айфона мне подарил предыдущий муж. Ой, место кончилось. Привет! Я все время за вашими талантами говорить привет, я за тобой играть не сижу. Давай еще раз.